Всем привет! С начала 2023 года создатели короткометражных фильмов могут подать заявку на участие в UIPP, набрав 1000 подписчиков и 10 миллионов просмотров короткометражек за 90 дней. Эти новые партнёры будут пользоваться всеми преимуществами, включая различные способы заработка, такие как реклама в длинных формах и пожертвования фанатов. Создатели, которые ещё раньше начали своё путешествие на YouTube, от геймеров, демонстрирующих свои скоростные забеги, до уроков макияжа, задающих тренды. Новый уровень UIPP с более низкими требованиями предложит более ранний доступ к функциям фан-финансирования, таким как SuperSync, SuperSha, SuperStickers и Channel Membership, чтобы поощрить авторов различных форматов. Предусмотрели возможности для авторов длинных форм, короткометражных и прямых трансляций, которые присоединятся к этому новому уровню в 2023 году. Авторы по-прежнему могут подавать заявки на участие в UIPP, когда они наберут 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра. Создатели могут выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для их канала. Популярность короткометражных видео на YouTube резко возросла. Более 30 миллиардов просмотров в день и полутора миллиарда зарегистрированных пользователей в месяц, что привело к росту креативности по всем темам, вертикалям и регионам мира. Чтобы начать вознаграждать этот новый творческий класс. YouTube запустил временный фонд ShortsFund. Теперь YouTube расширяет уникальную бизнес-модель до этого нового формата, распределение доходов подходит к короткометражкам. Вот как это будет работать. Начиная с начала 2023 года, нынешние и будущие авторы UIPP смогут получать долю доходов от Shorts. В Shorts реклама показывается между видео в ленте Shorts. Таким образом, каждый месяц доходы от этих объявлений будут суммироваться и использоваться для вознаграждения создателей короткометражек и покрытия расходов на лицензирование музыки. Из общей суммы, выделенной создателем, они будут удерживать 45% дохода, распределяемого в зависимости от их доли в общем количестве просмотров короткометражек. Доля дохода остаётся. Неизменной, независимо от того, используют они музыку или нет. Этот совершенно новый подход позволяет вознаграждать всех создателей UIPP, создающих контент для короткометражек, а не только тех, чьи видео показываются рядом с рекламой. Кроме того, поскольку музыка служит основой для некоторых из наших самых ярких и запоминающихся короткометражек, она упрощает процесс лицензирования музыки, поэтому создателям не нужно беспокоиться о том, используют ли они музыку в своих короткометражках. YouTube ожидает, что большинство получателей нашего фонда Shorts заработают больше денег в рамках этой новой модели, которая была построена для долгосрочной устойчивости. Вместо фиксированного фонда YouTube удваивает модель. Распределение доходов, которое подстегнуло экономику создателей и позволило создателям извлечь выгоду из успеха платформы. Распределение доходов от короткометражных объявлений – это ещё один способ заработать деньги для создателей контента. Он дополняет полный набор продуктов, что позволило заплатить создателям, артистам и медиакомпаниям более 50 миллиардов долларов за последние три года. YouTube также запускает бета-версию SuperSync for Shorts для тысяч авторов, а полное развертывание ожидается в следующем году. Зрители могут выразить свою признательность за свои любимые короткометражки, а создатели могут общаться со своими поклонниками с помощью купленных выделенных комментариев SuperSync. YouTube объединяет бренды и создателей короткометражек в рамках YouTube BrainConnect. Музыка играет важную роль в короткометражках и на YouTube на протяжении многих лет было видно, как авторы могут вдохнуть новую жизнь в классику или вывести местный хит на глобальную сцену. Но сложность лицензирования музыки привела к тому, что большинство длинных видео с музыкой, да, даже то видео с тренировкой, которое вы не закончили, не приносят денег создателю. Таким образом, признавая возможность построить мост между музыкальной индустрией и создателями на платформе YouTube, мы пересматриваем то, как музыка может быть представлена в видеороликах авторов. CreatorMusic – новое направление в YouTube Studio, которое даёт создателям YouTube лёгкий доступ к постоянно растущему каталогу музыки для использования в своих длинных видео. Создатели теперь могут покупать доступные высококачественные музыкальные лицензии, которые предлагают им полный потенциал монетизации, они сохранят ту же долю дохода, которую они обычно получают от видео без музыки. А создатели, которые не хотят покупать лицензию заранее, смогут использовать песни и делиться доходами с исполнителем трека и соответствующими правообладателями. CreatorMusic, которая в настоящее время находится на стадии бета-тестирования в США, и расширится до других стран в 2023 году, предложит авторам упрощённый. Процесс. Они смогут мгновенно увидеть условия выбора своей песни. CreatorMusic будет означать больше удивительных коллабораций между создателями и артистами, больше новых мелодий в плелистах зрителей и больше возможностей для артистов прорваться. И всё это, продолжая класть деньги в карманы создателей. Было невероятно наблюдать совершенно новые отрасли, созданные создателями на платформе YouTube. Фонд YouTube Shorts – это программа, в рамках которой YouTube поощряет авторов оригинальных коротких видео. Его бюджет равен 100 миллионам долларов США. Бонусы от фонда будут выплачиваться ежемесячно авторам самых популярных коротких видео. Чтобы вы могли получить вознаграждение, должны выполняться следующие условия. За последние 180 дней вы загрузили на свой канал хотя бы одно короткое видео, соответствующее требованиям. Загружаемый контент должен быть оригинальным. Не соответствует требованиям следующие видео список неполный. Неоригинальные видео, например, не отредактированные клипы из фильмов и сериалов. Материалы, загруженные с каналов других авторов или других платформ, включая компиляции. Контент с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей. Некоторые материалы с названиями, хештегами или метаданными, связанными со сторонними социальными сетями. Обратите внимание, что ссылки на ваши профили в других социальных сетях допускаются. Если вы проживаете в США, то вам уже исполнилось 13 лет. Если вы проживаете в другой стране или регионе, то вы достигли принятого там возраста совершеннолетия. Если вам от 13 до 18 лет, то ваш родитель или опекун должен принять условия получения бонуса от вашего имени и при необходимости настроить аккаунт РЦРНСИ для выплат. Что нужно сделать, чтобы претендовать на бонус от фонда Шортс? При выборе авторов, YouTube будет учитывать показатели их коротких видео за предыдущий месяц. Дата публикации, роликов, значения не имеет. Вознаграждения будут присуждаться тысячам авторов ежемесячно. Каких-либо пороговых значений для получения бонуса нет. Кроме того, критерии его присуждения могут меняться каждый месяц и зависеть от разных факторов, в том числе от стран проживания зрителей и роста популярности формата Шортс. Показатели коротких видео проверяются каждый месяц. Так что если вас не выбрали в этом месяце, то, возможно, вам повезёт в следующем. Как я узнаю, что могу претендовать на бонус от фонда Шортс? YouTube вам об этом по электронной почте и в приложении YouTube в течение нескольких дней после первой недели месяца. В уведомлениях будет указана сумма бонуса и инструкция о том, как отправить заявку на его получение. Если вы не отправите заявку до 25 числа, срок действия предложения может истечь. Каков размер вознаграждения от фонда Шортс? Бонус может составлять от 100 до 10 тысяч долларов США за месяц. Точная сумма зависит от того, в каких странах проживают ваши зрители. Количество просмотров коротких видео и другие показатели вовлечения, которые учитываются при присуждении бонуса для разных авторов, могут отличаться. Вознаграждения будут выплачиваться через связанный с каналом аккаунт РЦРМСИ. Обратите внимание, что с бонуса может удерживаться налог. Также вы должны соблюдать правила РЦРМСИ. Как подать заявку на получение бонуса от фонда Шортс? Нажмите «Получить бонус» в электронном письме или уведомлении в приложении. Откроется страница фонда в творческой студии YouTube. Затем нужно выполнить два шага. Принять условия получения бонуса. Создать аккаунт РЦРМСИ или установить связь с существующим. После этого, если у вас есть связанный с каналом активный аккаунт РЦРМСИ или вы получаете выплаты через многоканальную сеть, вы сможете подать заявку. Если связи с активным аккаунтом РЦРМСИ нет, установите ее. Для этого можно выбрать существующий аккаунт РЦРМСИ или создать новый. На активацию может уйти несколько дней. Как только связь будет установлена, а заявка на бонус отправлена, YouTube сообщит вам об этом по электронной почте. Когда мне придут выплаты из фонда YouTube Shorts? Если вы соответствуете требованиям и у вас есть связанный аккаунт РЦРМСИ, то средства будут перечислены вам через 4-6 недель после того, как вы отправите заявку на получение бонуса. Если такого аккаунта у вас нет, то сначала вам нужно будет зарегистрироваться в РЦРМСИ или установить связь между каналом и существующим аккаунтом. Если вам сначала нужно создать аккаунт РЦРМСИ, то выплаты придут позже. Конкретные сроки зависят от того, когда YouTube одобрит аккаунт, а вы укажете. Необходимые данные. Весь процесс может занять несколько месяцев. В частности, вам потребуется предоставить налоговую информацию, подтвердить личные данные, выбрать способ оплаты. Когда настройка аккаунта РЦРМСИ будет завершена, выплаты начнут происходить с 21 по 26 число месяца. Спасибо за просмотр! Подписывайся на канал!